Извините, а не подскажете, как дойти мне до Роспотребнадзора? Нашла она такая, убирает фабильный телефон, а то, вы что, не видите? Я по телефону разговариваю. Как вам не стыдно меня спрашивать? Я такая думаю, боже. Нельзя прыгать с крыши в любых направлениях. Разжигать КА, взрывать боеприпасы. Девчонки, привет! Спасибо, что взглянули на мой канал. Вчера с моим инстаграм я сделала голосование, что вы хотите, чтобы сегодня вышло. Прямая трансляция или выпуск? Несмотря на то, что сегодня вторник, время прямых трансляций, вы проголосовали за выпуск, а значит, выпуску быть. Итак, девчонки, у меня есть для вас сюрприз. Я решила разыграть свой дневник невесты и получит его самый удачливый и внимательный. Но условия розыгрыша я расскажу только в самом конце этого выпуска, поэтому досмотрите это видео до конца. Ну а в этом видео я решила показать вам, как происходит подбор банкетной площадки. Я достала это видео из архива, так как снималось оно только в прошлом году, перед Новым годом. Но, тем не менее, в этом видео я затронула довольно-таки много интересных тем. Во-первых, сколько можно посмотреть банкетных площадок. Во-вторых, какие вопросы задавать банкетному менеджеру. В-третьих, что в принципе важно при просмотре банкетной площадки, на что обращать внимание. В общем, все это вы увидите в сегодняшнем выпуске. Поэтому хорошего вам просмотра. И вот в этом наряде я увижусь с вами только в самом конце этого выпуска. Всем привет, с вами Ирина Корнева. Смотрите очередной мой выпуск. И сегодня я снова отправляюсь в Санкт-Петербург. Вы не поверите. Сегодня 21 ноября 2017 года. И мы вместе с Виолетой, вот я ее жду, хочу уже сходиться в Сапсан. Едем на подбор площадок. Многие спрашивали, а как, вот каким образом можно сделать так, чтобы, допустим, мы организовали мероприятие, подобрали площадки, находясь в Москве. Но вот в данном случае я расскажу вам историю. Очень интересно, у нас ребята живут за границей, оба. И сегодня, вот буквально один денечек, на один денечек они прилетают из своей родной страны, так скажем, своего родного города. И мы поедем на просмотр площадок. Полщадки уже подобраны, уже все сделано. Там вообще интересная история у ребят, так как он француз, она русская. И у них уже была свадьба, они уже поженились, но они хотят делать венчание. И поэтому там нужно сначала получить разрешение епархии, чтобы обвенчали молодоженов с разной верой, так скажем. Поэтому много уже сил было потрачено для того, чтобы узнать всю информацию, для того, чтобы пообщаться с представителями высшей власти наших церквей, так скажем. И вот сегодня уже, в общем-то, есть результат. И мы будем смотреть то, к чему, в общем-то, долго шли ребята и наконец-таки пришли, в общем-то. Свадьба состоится в июле месяце, сейчас ноябрь, и наша задача максимально быстро подобрать площадки, забронировать, потому что, сами понимаете, чем раньше мы забронировали площадку, тем лучше будет для всех. И для нас, и для ребят, и, возможно, даже мы получим какие-то наиболее выгодные условия. Ну, в общем, постараюсь вам сегодня что-то показать интересненькое. Покажу вам площадочки Санкт-Петербурга. Площадки Москвы вы уже видели много раз, площадки Санкт-Петербурга еще пока не видели. Вот, как раз сейчас прохожу мимо Сапсана. Буквально недавно я летала на самолете в Питер, сейчас мы решим поехать на Сапсане, так как поняли, что просто получается значительно быстрее, честно говоря, ехать на Сапсане, нежели лететь на самолете. Поэтому поехали вместе со мной. Мы приехали, глаза не открываются. Сапсана говорит, а что ты такая недовольная, я говорю, я не понимаю. Идет, говорит, не улыбнется. А знаешь, я вот еще почему с таким лицом вышла? Когда я была маленькая, я вот боюсь поездов на самом деле, я была маленькая и однажды был такой случай, что я побежала за папой, мы куда-то ехали в отпуск, я побежала за папой, я провалилась, вот так вот упала. Да, это прям... У меня всегда был страх, что когда меня кто-то провожает, или я кого-то провожаю, что там есть поезд. Да, а у меня вот эта дырочка, прям, о-о-о, страшно. Вот, кстати, такой большой переход. Большой, да. Так, ну все, вот мы, пожалуйста, приехали вам в город Санкт-Петербург, я даже не сделала в Инстаграмчик ничего, потому что глаза мои не открываются. И еще важный момент, я вот сегодня пообещала встретиться с девочкой, которой я хотела заказать мой дневник, я не могу найти, где она мне писала, то ли в ВКонтакте, то ли в Инстаграме, то ли на почте, ну, в общем, я ее не могу найти. Куда подевалась моя Татьяна, которая хотела, чтобы я ей передала дневник лично в руки в Санкт-Петербурге, не знаю. В общем, не знаю, если она мне напишет сама сегодня, то передам. Если нет, то, видимо, ну, не получится, не знаю, обыскала все уже, просто с собаками, наверное, скоро пойду искать, ну, не нашла пока, к сожалению. Представляете, вот я говорю, я жаловалась, ехала, что потерялась моя Татьянушка где-то, обыскала все соцсети, искала почту, искала Инстаграм, ВКонтакте, она, кажется, в Телеграме, вот она где, в Телеграме. Вот она написала, Татьяна, встретиться, говорит, около 15 в Санкт-Петербурге. В Асторию будет? Примерно, да. Ага, в случае, сейчас я отпишусь и буду встречаться уже с Татьяной. А сейчас мы смотрим, первую площадку у нас называется Веденский, да? Да, Веденский. Веденский или Веденский? Мне кажется, Веденский. В общем, сейчас узнаем точно, наверное. Потому что мы можем перевирать название. Да. То ли Веденский, то ли Веденский. Идем, сейчас спрашиваем у женщины, говорим, как нам дойти. Веденский, ну, вот, знаете, вот, кстати, за что большое спасибо петербурженкам, потому что мы подошли к двум женщинам. И, да, во-первых, они все знают, во-вторых, они остановились. И спокойно, и внятно нам объяснили, как пройти. Согласитесь? Просто была та же ситуация, когда я поехала в Роспотребнадзор, и идет женщина навстречу мне. А я не знаю, как дойти, и я спрашиваю, извините, а не подскажете, как дойти мне до Роспотребнадзора? Нашла она такая, убирает мобильный телефон, а тут, вы что, не видите? Я по телефону разговариваю. Как вам не стыдно меня спрашивать? Я такая думаю, боже. Вот разница, конечно, ощутима очень сильно. Но внешне, со стороны служебного хода, так себе. Сейчас посмотрим, что будет со стороны улицы. Вообще, все здания, честно говоря, красивые, поэтому вот по зданиям так особо и не определишь. Мы сегодня сейчас сидим, тоже обсуждаем. Интересно, сколько мы сегодня шагов нашагаем, потому что у нас пока был рекорд с Наташей. У тебя сколько получилось? У меня 18 тысяч 800, 19 тысяч практически шагов. То есть я на 3 тысячи больше, чем ты прошла? Ты халтурила, да? Понятно. Я-ка думала, что на билетах халтурила. Я ходила, она халтурила. Квест номер один, найди главный вход. А, ну, кстати, главный вход неплохой, симпатичный. Все, заходим мы в отель Веденский или Веденский, смотрим первую площадку. А сколько максимально человек помещается в фойе? Я смотрю, не очень много, да? То есть мы всех, наверное, не сможем разместить на форшет. У нас фойе делится на две стороны, то есть фойе там, где мы сейчас находимся, и фойе слева. Соответственно, из этих двух фойе есть вход в зал, также с двух сторон. То есть можно использовать две стороны. Понятно. Допустим, одна может быть как зона для пресса, а вторая сторона как фото зона. Внутренний дворик наш, который используется, как правило, как зона для курения. Так, пошли, надо сам зал. Похож на лофтовый, лофтовый такой зальчик. Но нет ощущения, что мы можем поставить все 140 гостей. Ну, по ощущению, находишь, кажется, как будто он не такой большой. Нет, вообще, на самом деле, максимально комфортно до 100 гостей, безусловно, в данном зале. То есть 140 – это была такая вынужденная мера уже у нас было увеличение гостей, достаточно оперативная. У вас планируется свадьба по количеству? Ну, 80, 80. Так, хорошо. А что здесь у нас получается по технике? Техника вся входит, да? Смотрите, у нас, если говорим про зал Вегенский, две плазменные панели, которые у нас находятся стационарно, они идут у нас без арендной стоимости. Если необходимо доп. оборудование, оно идет за арендную стоимость. То есть плазменные панели, они идут 2,5 тысяч рублей за панель. Соответственно, их у нас 4 перекатные. Понятно. Если мы говорим про проектор с экраном, ну, я, как правило, если мы говорим про банкетное мероприятие, не рекомендую использовать проектор, потому что пока, к сожалению, он у нас не подвешен, он остается на столик, и это полезное место сразу уходит. В принципе, на банкетное мероприятие достаточно плазменных панелей. А вот это все открывается, дарлованные шторы закатываются? Все верно, да. Сейчас они закрыты для проведения конференции, а так все окна у нас вот такого плана, как… Ага. На свете больше, да, соответственно? Да, безусловно. То есть сейчас… А, и вот это все-таки бывает. Это с вами из них памятник. Да, это все-таки сейчас… На самом деле данный кирпич, он является историческим, то есть на нашем месте долгое время была Веденская гимназия, где учился Александр Блок. И при строительстве отеля мы были вынуждены большую часть снести, к сожалению, но данный кирпич, данный адрес, он остался. Сейчас мы пришли на площадку номер 2. Я не очень много снимаю, потому что мы общаемся очень много с мамой и с Аленкой. И мне хочется пообщаться с ними, поэтому я очень мало снимаю. Сейчас мы пришли на вторую площадку, Кристалл. Молодоженам понравилась эта площадка очень, но вот сейчас вот при подходе к этой площадке, конечно, вход так себе. Надо прямо сказать, есть нюансы, зеленые ворота, есть вопросы, есть нюансы. Холл здесь довольно красивый, то есть есть такое ощущение, как будто бы такой старинный какой-то холл. И если посмотреть, здесь вот большое-большое окно, 5-метровое где-то, наверное, лежат подушечки, то есть можно отдохнуть. Поднимаемся наверх, посмотрим, что у нас наверху. Вход некрасивый, а вот холл красивый. В общем, есть вопросы у нас, есть вопросы к экзаменам. Ага, вот эти летящие прозрачные киевари. Да, люстра завораживает. Люстра очень завораживает, конечно. Это декоративная штукатурка? Да. Ага. Интересное просто, интересное сочетание декоративной штукатурки, такой какой-то лофтовой и красивой такой шикарной люстры. Нет, просто вообще сочетание лофта и такой люстры, оно вызывает такое, в смысле, то есть какой-то вопрос в голове возникает. Многие спрашивали, а как выглядит киевари, как выглядит кривая. Вот они, киевари. Да, немножко вас помучаем, прям чуть-чуть. Справа, слева. А сцена устанавливается какая-то доп? Или это просто вот ниша? По помощи квадратчика. А, то есть мы можем, да, установить сцену, проблем нет? Да, да. И уже, как и группа, идут на сцене, либо можем там справа, слева найти местечко. А по мощности тут по звуку сколько? Я могу прислать эту информацию. До 4 утра можем плясать или нет? Ну, у нас нет ограничений. Без ограничений, да. А скажите вот по поводу холодильного отделения. Размер холодильного отделения вы сможете нам дать, да, чтобы мы понимали, то есть пихнем? Где-то 80 сантиметров. Ширина. 80 сантиметров, окей. А высота. Ну, хорошо, понятно. А киевари вы даете в подарок, да? Ну, отсюда идут они. Ну, идут. Конечно, да. Ну, это приятный бонус. А если мы вот сейчас вот раннего бронирования у нас будет, до Нового года, какие-то бонусы будут нам за то, что мы забронировали заранее? Если вы оплатите всю сумму депозита сразу же, то будет 500 рублей скидка. А, 500 рублей скидка, то есть депозит уменьшится. А вашу кухню можно где-то попробовать? Конечно, можно. А, это мы посмотрели зал Кристалл. Ой, ага, это была сцена как раз, да, я споткнулась. А мы посмотрели зал Кристалл, сейчас идем смотреть гримерную комнату. А, ну, в принципе, довольно просторная гримерка. Уже не актуально, я уже сделала в Инстаграм вот фотографии, так что можешь уже не делать. Ты уже не в тренде будешь. Извини, конечно, но, увы, увы и ах. Уже все, уже все, уже все выложено давным-давно. Итак, площадка номер 3, мы приехали в Атрунпол. Это, в принципе, площадка от Кристалла также. Находится прямо возле водички, прямо возле Невы, рядом с Васильевским островом, рядом с Владовещенским мостом. В общем, здесь довольно красивый вид, если вы идете на улицу, довольно красиво. Сейчас посмотрим, что внутри. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы уже видим довольно симпатичную мебель. При входе довольно симпатичная мебель и даже какая-то живопись уже есть. Свадьба. Ага, я понял, хорошо. Рассказываю здесь, да, то есть если мы используем эту территорию, она, видите, ниже ресторана, то есть наш весь второй этаж. Если мы здесь что-то делаем, типа там ставим фуршетные столы, какие-то фотозоны, фотобудки, то нужно будет бизнес-центу платить 15 тысяч рублей. Окей, вел, запишешь. Если мы здесь просто гуляем, да, как-то фотографируем, ну, в общем, что, ничего не ставим, тогда не надо платить. Ага, хорошо. Там ниже получается. Ну, здесь прям приятно, конечно, если бы мы здесь поставили что-то, это было бы довольно... Вот мы выше, да. А, это что, это типа фотобудки? Это фотобудка, да. Ага. Получается, ну, сам фотик вот он здесь, здесь планшет будет, да, чтобы нажимать, да, какие фотографии. Прикольно, да. Отсюда фотографии выдаёт. Интересно, здорово. Фотобудка. Да, да. Прикольно, да. Вот эта дверь, а белая, это выход на балкон, балкон для курения, то есть там красоты мало, там... А мы можем выйти и посмотреть? Это где вы знаете, что это справа? Нет, это для курения. Где там? Дальше? А, слушайте, здесь довольно мило дальше, если пройтись. Здесь действительно мило. Здравствуйте. Летом здесь довольно мило. Вообще супер. Вообще супер. Ох, как мне нравятся эти стулья. Я уже прямо на них глаз положила. Ревизионные стулья или ваши? Ревизионные. Ага. Здравствуйте. У вас кивари, да, ваши? Да. Ох уж эти стулья. Это симпатично, да. А лампочки вот эти вот входят в стоимость? Лампочки, все лампочки на окнах, на потолке, на стекле, это все наши, все входят. Контилляторы вот эти золотые наши, вот те подсвежицы, которые на серой стойке стоят, они из кристалла привезённые. То есть они там по идее. Ну, скажешь, что может быть, да. Ну, а если в день мероприятия, там будет тоже мероприятие. Я же не смогу там у него стоять, нет, и привезти сюда. А по мебели, что за мебель у вас? Мебельки и варри, прозрачные стулья, они вот здесь у нас. Ну, такие же, как у Крит, там, на депозитных стульях. Да, что-то такое, а здесь оборудование есть. Вот колонку мы сейчас поменяли, сейчас её отремонтируем. А сколько по мощности оборудования здесь? Каждая колонка по 700 ватт, в принципе, этого более чем. Вот там вот, где чёрное стекло, это диджейское место, пульки, то есть он оттуда управляет этими колонками. Хорошее местечко, кстати, диджейское. Обычно встаёт сюда к лампочкам, как правило, вот, ну и довозит своё оборудование. Ну, это понятно, что довозит, да, а... Можности хватит, у нас розетки, да, ну, мы вот телевизоры... Фишки, розетки? Ну, вот там есть и фишка, есть и обычные, хорошие. Ночечко, я отвечу сейчас. Да, конечно. Давайте сейчас посчитаем, нет, давайте сейчас посчитаем, Аленка, мы сейчас посчитаем. Если, значит, у нас ваш стол, допустим, ставим здесь, предположим, да, и убираем мягкую зону отсюда. Понятно, ну, их стол я имею с гостями вместе. Их стол здесь, 8 человек сажаем вместе с молодоженами. Раз стол, два стол, это 16, три стол, это ещё 8. В принципе, можем по 10 посадить, это 30. И здесь раз, два, три, четыре, это 40, 70. Ну, войдёт, ну, войдёт, но будет всё в столах, не будет такое пространство, конечно, здорового. Это не кристалл. Да, хотя они, хотя потолок высотят, и высокий потолок. Ну, здесь уютняшка, вот за счёт того, что есть эти лампочки, и за счёт того, что мы сейчас сразу видим... Он вытянутый просто, этот квадратный. Я не так уверена, 80, я тоже вынуждена вытянутый. Ну, здесь, если мы, допустим, ставим здесь 5 столов, и здесь 3 стола, то, в принципе, мы, наверное, вместимся. Ну, стулья хорошенькие, да? Можно вот такие стулья. Ну, Кьевари тоже классные. Ну, Кьевари тоже классные. Красивые, но можно и такие, да. Да, не, 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 пусть не показывают. Смотрите, вот когда тарелочки меняются, подменные тарелочки, видите, салфеточка подменная, и тарелка подменная. Просто, это к чему я спрашивала о том, что у них по поводу... Спрашивала по поводу того, какие у вас тарелки есть. Просто одно дело белые, как смотрят, а другое дело, когда подменная тарелка. Совсем другой вид, и вилки подменные. Нет, конечно, это привезённый декоратор привозит. Но это не стоит сумасшедших денег, а оно, конечно, создаёт эффект такой приятный, вау. Так, я тут разделась, такая деловая, да? Без шубы пошла. Молодец я. А он, говорит, в июне, говорит, всё сдует. В июне, говорит, всё улетит здесь. Ну, так вот, желательно, колючую проволоку вот эту вот, и красивые пакеты убрать. Соседнее здание, поэтому... Но это можно же убрать? Ну, мне не разрешат это убрать. Пакеты нельзя убрать? Конечно, это соседнее здание. Ну, вид, вид, конечно, красивый. Ох уж, это Нева. Ох уж, это Нева. А ещё кораблики курсируют, да? Класс, да, Алёнка? По Алёнке видно, что что-то классно как-то, да? Казали про крышу, Наталья говорила бы телефону, что она отдельно оплачивается. Говорила, да, говорила, говорила. Сколько нам так сумму? Если это фуршет, то надо посмотреть, по-моему, если я не ошибаюсь, это 18, если это 20, что-то такое. Если это регистрация выездная, то 30. А если мы хотим на протяжении всего вечера ходить сюда? Нельзя, надо один раз будет подняться, и всё. Ну, только на фуршет, да? Ну, как бы это, в принципе... Просто это пятый этаж, банкетный зал. Ну, на час, например, да. Вместо того, чтобы арендовать холлу Тотко, где за 15 тысяч. Нет, просто будет тепло, скорее всего, и всё-таки лето. Ну, тут внутренний дворик. А так все разбредутся, они тут будут находиться. Да, там печатного двора, и да там у нас бизнес-центр, такие условия. Просто если пользуетесь, то один раз поднялись и ушли. А вот если мы захотим сюда музыку вывести, как нам это... У нас есть розетки. Включение всё есть, я вам потом вышлю. Опять же, от бизнес-центра, там есть условия пользования. Отлично. Там всё по-дурацки написано, нельзя прыгать с крыши в любых... Разжигать КА, взрывать боеприпасы. Кстати, по поводу салюта. Салют обычно делают вот где-нибудь с набережной, допустим, вот с того места. То есть мы можем сделать салют? Да, то есть вы там его делаете, отсюда будет смотреть. А, то есть ночью мы сможем подняться снова второй раз? Да, второй раз я смогу их уговорить, что мы просто будем смотреть салют. Пока нам не запрещали. Отлично. А по дегустации, когда мы сможем заказать дегустацию, когда мы сможем попробовать? Надо будет посмотреть, выбрать, что вы хотите. И мы, да, посмотрим, когда нам удобно. У нас просто уезжают молодожёны, у мамы уезжает. Нам бы желательно, конечно... Вот прямо сейчас вот уже надо, да, делать? Ну, чем быстрее, тем лучше, да, её сделать. Тогда хотя бы определите, что вы хотите, а я вам скажу, когда мы сможем. А минимумы сможем взять? Взять нет, точно. Точно, у меня не распечатано, но в электронном виде. В электронном. А выслать сейчас сможете? Может быть, мы уже определились бы, что-то кто знает. А если мы вечером, допустим, когда-то, сегодня, например, вечером? Сегодня банкет. Никак, да, мы не продегустируем? Что-то у них отнять нельзя. Отщипнуть. Ты сейчас заказчик такой, что это за храм. Просто придём к нему. Просто садим за стол. Смотрите, вам домашнее задание выучить, что это за храм. Обязательно. Это важно. Третий менюник вам будет подходить на французском языке и спрашивать. А чисто теоретически, наши молодожи, наверное, не смогут с тобой подплыть на корабле? Я думаю, что нет, потому что он такой технический. Здесь прям краны какие-то большие всякие, вряд ли. Всё, что такое гражданское, оно дома осталось. Но у нас ещё впереди четыре варианта. Так, да. Сейчас подождите ещё. Рано останавливаться. А мне кажется, он запер нас, мол, всё, вы не выйдете. Либо бронируйте. А теперь какой у вас ближайший ряд? Отель? На самом деле очень много. Приехали на следующую площадку, четвёртая площадка. Это у нас Астория. Здесь же гостиница, здесь же всё в шаговой доступности. В общем, там очень общительный был у нас. Вообще заметили, что здесь общительные и очень таксисты? Очень общительные таксисты, реально. То есть он сел, ты всю историю рассказал. Вообще отлично. Приятный такой, заметьте, вход. Приятный вход. Здравствуйте. 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 Ну, холл. Холл гостиницы. У нас буквально вот пару дней до выходных заканчивается реставрация пола. Да, то есть потом будет прямо свеженький. А выход это куда? Это смежный зал бальный, который мы также сейчас можем увидеть. А если в обоих залах происходят банкеты, не мешают друг другу по звуку? Мы стараемся избегать таких ситуаций. То есть мы, конечно, за то, чтобы... В одном зале все-таки это было. Да, за качество, а не за количество. Да, это правильно. Ох, какой красный. Ох, какой красный. Очень красный. Но здоровый, да, большой. Зал бальный, он более такой строгий, более официальный, я бы сказала. Отвечает своему названию. Опять-таки, когда отель открывал, получается, 20 века. Был бальный зал, и вот там наверху сидел небольшой оркестр. Так, а звук, свет, я так понимаю, ничего нет, да? Можно привозить еще? Да, оборудования нету, да, нужно все привозить. А по мощности? По мощности все отлично. То есть у нас даже сценическое оборудование. Подержит, фишка, фишка. Артисты приезжали, да. А есть, я так понимаю, ограничение по звуку, по часам? Есть, до 11 вечера, поскольку мы отель. Понятно, да. Так вообще, аренда зала до 12 в вашем распоряжении. Угу, угу, угу. А скажите, можно ли там бенгальские огни, генератор дыма в зале использовать или вообще нет? Да, бенгальские огни нет, генератор дыма нежелательно, но можем организовать. Холодный огонь? То же самое. Ну, как бы нежелательно, но можем. Но можно. Салют не делать, да? Понимаете. Салют вы имеете в виду на площади? Ну, на улице, да, где-то. На улице, ну, как бы официально это запрещено. То есть, как бы у нас есть в Петербурге там компании, которые вроде там организуют и имеют возможность. А по мебели, что столы? Ну, стуль, я поняла, что в чехлах, а столы? Столы круглые, банкетные, метр пятьдесят два. Метр пятьдесят, да? Угу. Только больших нет на 180? Нет. Ой. И у нас есть особенность, у нас есть гости, которые там, которые не могут кушать определенную еду, там молочка категорически нет. Мы сможем ли мы приготовить блюда, да, для особенных гостей? Это, конечно, для вегетарианцев, для вегетарианцев, для вегетарианцев. Если есть... Стоимость будет отличаться? Нет. Не будет, да? А единственный момент, когда мы сможем начать, приступить к оформлению зала и делать демонтаж? Ну, как бы стандартно мы говорим с 12 дня, вот, но если есть иные пожелания, да, потому что в зависимости... Ну, сейчас пораньше начать ходить. Да, потому что если у нас будет... Ну, если такие есть, просто мы заранее это с вами обсуждаем, да? На этапе там... Ну, это лежит идея не за доп. Плату, да? Нет. А демонтаж, когда мы должны сделать? Сразу после, то есть у нас заканчивается торжество, тем более июнь, ну, такой, да, плотненько, плотненько. Угу, хорошо. Пофоткала? Да. Молодец. Небось, в Инстаграм уже выложила все без меня? Без уже выложила. Я еще не успела выложить. Посмотри меня все. Видите, убежала скорее, чтобы выложить быстрее меня все. Всегда так. Так, ну, в общем, мы вышли со стори, увидели какой-то старинный автомобиль, очень красивый. Я его даже решила немножко поснимать. Сейчас мы идем в Исаакиевский собор для того, чтобы... Ой, красота, лепота. Роллс-ройс. Роллс-ройс. Вот дикие люди, да? Ох, дикари, дикаревны. Ну, красивая, красивая машинка. Вам там в работающем центре Москвы вроде бы удивляться нечего? Не, ну, все равно красивая жена. Ну, Мерседесы какие-то. Нет, ну, Роллс-ройс тоже был металл. Был, был. Мы сейчас находимся в Исаакиевском соборе. Слушайте, ну, настолько красиво, что аж дух захватывает. Посмотрите, во-первых, высота, просто какая-то невероятная высота. И красиво, невероятно, просто аж дух захватывает. Люстры, посмотрите, а высота потолка, посмотрите, какая там высота потолка. Узнали все про венчание. Значит, чтобы обвенчаться, сейчас я вам все расскажу. Значит, чтобы обвенчаться, если вдруг у вас такая ситуация, что вы одной верой, ваша вторая половинка другой веры, то нужно сходить в епархию, получить разрешение в епархии. Дальше вы приходите сюда, приносите разрешение в храм и покупаете венчальные посвечи, полотенца, венчальные иконы. Стоимость венчания в Исаакиевском соборе составляет 20 тысяч рублей. Можно снимать фото, видео, можно украсить дополнительные лописками РОС. Курсов никаких провести не надо, но нужно пройти собеседование. И после собеседования также исповедоваться и получить благословение у батюшки. После этого уже можно венчаться. Свадебный дворец, пространство для событий. Мы приехали на площадку номер 5. И вот заходим. Дворец Сузо. Ну это прям дворец. Это прям дворец. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас банкет сегодня, да, мероприятие? Да, у нас сегодня сад был. Ага. О, то есть мы быстренько посмотрим. А стулья какие у вас здесь идут? Чехла? Стулья. Или вот эти прям. Вот эти вот стулья. Пивали у вас, да? Это... Сладкий кивари входит в церковь? Нет, вот это вот не входит в стоимость. Это одеко. Нет, мы про стулья. Да, про стулья, конечно, входит в стоимость. А, кивари, да, у вас? И все-таки царские стулья. Царские стулья, заметьте, как раз-таки поставили таким образом, что за столом сидит несколько человек. Вот у нас наши молодоженцы также хотят, чтобы за столом сидело несколько человек, чтобы они сидели не одни. Так, идем в соседний зал. Туалетные комнаты. Это туалетные комнаты? Да. Очаровательно. Как я выкладывала? Очаровательно. Вот туалетные комнаты, туалетные комнаты в Санкт-Петербурге, это прям само очарование. Это подарок возлюбленных. Что это? Это подарок возлюбленных. То есть, когда здание. Да? Я говорю, почему они не мы, эти возлюбленные? Вот я до сих пор понять не могу. Где мой подарок такой? А еще плюс-то, в туалетные кивари. Кивари, причем золотые, причем деревянные, не пластмасса. Так, мы в туалетную комнату. Нет, обалдеть. Мне кажется, что надо на свадьбу в туалетной комнате сделать. В общем-то. Когда уже идет свадьба или какое-то торжество, я захожу в туалет, и все дамы здесь. Ну, конечно, для селфи. Место для селфи. Посмотрите, какая мебель. С ума сойти можно. Обалдеть. А вот это действительно старинное зеркало, да? Да, тут у нас... Вот это батареи. Да, да. Обалдеть. То есть, здесь все сделано так, чтобы было очень-очень шикарно. Да, дворец, да, как возлюбленный. Вот так вот. Нет, ну, на самом деле, я туда наводил. Ну, в смысле, это все сделано. Ну, сад ремонтировано, понятно, да. Гримерка, да? То есть, гримерка здесь прячется? Есть, да, у вас алкоголь свой? В общем, сад ремонтировано. А тортик, если что, где размещается? Тортик вносится. Большой холодильник? Холодильник. Большой, да? Да. Торт мы привозим свой, никаких проблем, никаких штрафов, ничего, все разрешено. В списку, что вы мучаете из-за качества тортика. Мне кажется, звук пересекается. Звук пересекается. Там закрыта дверь, здесь закрыта дверь. Была практика этот день назад. Здесь была русская свадьба на 65 человек. Там была рамянская свадьба на 100. Они там вот так отжигали. И никто ничего не слышал. А сколько официантов получается на столы? На гостей, по количеству гостей? Один официант. На стол, да? Ограничения по музыке есть по времени? По времени нет. Но зал у нас уплачивается до 11. А дальше продлеться? Дальше 10 тысяч. 10 тысяч? Можно снимать, да? Да. Судя из-за кота уже. До 4 утра, если мы танцуем, ничего страшного. Ну, это была площадка номер 5. Ну, а мы в свою очередь, я думаю, сейчас пообедаем. Делаем к ужину уже, на самом деле. И сходим, съедем. Мы в Армитаж поедем? Да? Угу, мы поедем еще на одну площадочку. Сегодня хотели 7 посмотреть, но посмотрим 6 площадок для того, чтобы уже хоть какая-то картинка у нас нарисовалась. Мы приехали на следующую площадку. Это у нас Эрмитаж. Эрмитаж. Официальная гостиница Эрмитажа. И мы отправляемся посмотреть зал. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребеночек тут лежит, пожалуйста. Мальчик на дельфине. Где? Идем в зал большой на 80 человек. А где ты? Извините. Вот такой вот зал. Условия 100 тысяч аренда. 4 500 на человек, на 80 человек выключили. Ничего не видно в темноте. Есть парковка, можно свои холодные огни, фейерверки по согласованию. Так, что еще, что еще. Торт нельзя. Торт только местный. Столы круглые 180-160. И стулья либо конференцные, либо конференцные. А стулья вы нам покажете, про которые вы нам говорили белые, которые были? Стулья вы нам покажете. Неверенно, конечно, 80 человек, что поместится на фуржете. Сколько-то будет комфортно. Ну да. Сейчас у него второй зал. Второй зал 150 аренда. 70 максимально комфортная посадка. И я так понимаю, что как раз таки в втором зале мы сможем увидеть те самые белые стульчики, которые нам обещали. Вижу, вижу, что люстр красивый. Да, такой более торжественный. А вот этими вот мониторами пользоваться можно? Или это чисто привезли для конференции? Нет, они у нас регулярно. Задоплашу? Вот все вот эти мониторы задоплаты? Нужно будет уточнять, да? Так вообще интересно было бы, если бы... Да, это прям золотая ручь, реально, кстати. Это действительно зал золотая ручь. Очень похож внешне. Единственное, что вот эти красные шторы к чему? Ко-моему, после ковра бордового. Ах, вот в чем секрет. Вот в чем секрет. Я говорю, я говорю, к чему красные шторы? Да, я слышала, и к чему? Я это говорю, вместо бордового ковра. А-а-а. Где-то должно быть бордовое что? Бордо. Вот оно, бордо всплыло. Стулья реально симпатичные. Потому что на них не нужны никакие чехлы. Вот эти вот. Ничего такого. Таких 50 штук, да, всего? А, Светлана, подскажи, пожалуйста, сколько вот таких стульев? 50 штук, да? У нас вообще 52 стула, 48 стульев у нас тканевые и 12 вот таких. Тканевые, это вот такой же формы, только здесь будет ткань. А так они выглядят одинаково, да? Очень презентабельно, да, они выглядят. Так, тканевые, тканевые, тканевые. А, да, они симпатичные тоже. Тоже вполне симпатичные. В принципе, можно миксовать. Но их маловато, конечно, всего 50 штук. Но можно миксовать. Они тоже, конечно, такие хорошенькие. Ну ладно, стульев 52 штуки, а столевые стоять будут. Коричневый, коричневый. Мы сделаем так. Мужчина будет сидеть, женщина стоит, как разговаривали. В общем, предлагаю так и сделайте. Или коричневый, коричневый поставим. Кто себя плохо вел? Юбочки тебе белые одеть. Кто себя плохо вел, ставим стулья коричневый. Коричневый. Конечно, не все вопросы попали в это видео, потому что, если бы это были все вопросы, то выпуск получился бы очень длинный. Ну и, честно говоря, не все вопросы хорошо было слышно на камеру. Но все необходимые вопросы есть вот в этом дневнике невесты. И получить его сможет тот, кто напишет в комментариях, какую же площадку, по вашему мнению, выбрали наши молодожены. И среди правильно ответивших, я сделаю розыгрыш в следующий вторник прямой трансляции. Поэтому удачи вам! Ох, и много дел мы сегодня переделали с тобой, да, Виолетта? Но уезжаем с хорошим настроением, с хорошим настроем, я даже так сказала бы. Переездили сегодня на таком количестве Uber-машин, честно говоря. Просто на каком-то гигантском количестве Uber-автомобилей. Ну, радует одно, что действительно продуктивный очень день. Мы посмотрели шесть площадок, шесть, шесть. Прям рекорд поставили. Уже поняли, что нам нравится. И я думаю, что вот как раз-таки за эту поездку решатся основные вопросы, которые мы должны были решить с ребятами. Это вопрос епархии, вопрос с площадками. И следующий приезд наших молодоженов у нас уже будет больше сделано, потому что, скорее всего, уже будут подобраны все подрядчики, которые будут работать, потому что мы проведем, скорее всего, скайп-встречи и так далее. И в следующий приезд уже будет репетиция, уже будем дегустировать тортики, потому что завтра мы хотим, послезавтра, точнее, мы хотим, чтобы ребята продегустировали меню на площадке. В общем, дело движется, и это очень радо. Если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Мы помнимаем, что встречаемся мы с вами по-прежнему. Каждый вторник, четверг, иногда еще и по субботам. Так что подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новых видео. И напишите мне, нравится ли вам такого плана видео не день свадьбы, а именно подготовка, просмотр площадок, комментарии и так далее. Всего хорошего и пока-пока.